Добрый день, уважаемые партнеры, друзья! В сегодняшнем выпуске я хочу в первую очередь поблагодарить моего партнера Андрея Лобова за то, что он со своей командой проводит хорошую работу по презентации технологии Славянка и применению электродвигателей с технологией Славянка. В этом номере вы увидите его презентацию использования двигателя ДА-95С на картингах, где участвовали профессионалы на картодроме и их отзывы. Но, во-вторых, я хочу также обратиться к тем партнерам, кто обращается ко мне с различными вопросами о поставке различных китов для различной техники. Например, по использованию на электролодках или же то же самое по использованию на картингах или на тук-туках. Я могу ответить, что я не произвожу эти киты. Это как раз делают мои партнеры, в этом частном случае это Андрей Лобов, кто демонстрирует эти моторы в различной технике. И для установки в определенную технику он и его команда делают специальные киты, комплекты, которые подходят именно для этой техники. Создать это все в условиях производства электромоторов невозможно, потому что это большие вложения, открытие линий. Это как раз ваша работа, кто хочет выводить различную технику на рынок в своем регионе, в своей стране и на этом зарабатывать деньги. Так что не ленитесь, делайте то же самое, что делает Андрей Лобов и то же самое, что делают другие партнеры. Например, лодочные моторы, это также показывал Андрей Лобов и его команда по использованию ДА-95С и ДА-90С с использованием этих моторов на электролодках. В Таиланде используют эти же моторы, которые производятся в АСПП Вейхай в моей компании, но там совсем другие комплектующие, там другие типы лодок и другой привод. И для каждой нужды или для каждого вашего желания невозможно сделать эти киты. Это не коммерция, это частный случай и поэтому прошу учитывать это и не обращаться за такими вопросами. Если вы хотите создать бизнес, делайте его сами, так как делают партнеры на примере Андрея Лобова. Поэтому, надеюсь, на этот вопрос я ответил. В дальнейшем вы увидите презентацию Андрея Лобова и очень благодарен за такую презентацию и за успехи, которые его команда добивается. Смотрите, пожалуйста. Добрый день, друзья, меня зовут Лобов Андрей, я технический директор кооперации Ресурс. Мы приехали сегодня в Тулу, накрытый картодром, и сегодня мы планируем испытать новую версию нашего кита для электрификации картингов. Значит, до этого уже больше года мы занимались как раз установкой такой таких китов на картинге. Это были картинги в Сочи, картинги в Москве и у нас уже есть некоторый опыт, но со временем мы поняли, что кит должен именно быть таким, который он сейчас. У него очень много вещей, которые мы просто убрали, мы сделали его намного проще, намного легче, намного дешевле. Единственное, что мы там оставили, это мотор ДА-95С. Кстати, на прошлых версиях это был мотор ДА-90С, и он показал себя тоже неплохо, но 95-й на сегодняшний день, конечно, в приоритете. Почему? Во-первых, он выпускается серийно. Во-вторых, этот мотор уже сейчас устанавливает серийно на байке Liberty, то есть завод в Китае ставит их и продает эти машины по всему миру. И он себя уже на сегодняшний день зарекомендовал очень хорошо. Мы этот мотор испытали также на различной технике. Это лодочный в нескольких вариантах, и я вам скажу, я очень доволен результатом. Поэтому сегодня мы покатаемся здесь, на этом треке, и я вам с удовольствием расскажу и покажу, как этот мотор себя ведет и как картинг себя ведет. Ну что, мы уже на картодроме, карт у нас выгружен. Сейчас я немножечко расскажу о том, как он устроен. То есть самое основное в этом картинге это кит с мотором ДА-95С. Здесь цепная передача, цепную передачу мы убрали, заменили ее на ременную. Аккумулятор на 50 Ач. И у нас усовершенствована педаль акселератора, то есть в прошлый раз это было большое бошевское приспособление. Сейчас мы его заменили на очень простое, которое легко устанавливается на любой картинг. Ну и педаль тормоза, которая отключает акселератор. То есть вот все очень просто. Одним проводом соединяется все с двигателем и силовые провода идут к аккумулятору емкостью 50 Ач. Посмотрим, насколько экономичный двигатель, насколько он позволит проехать на одном заряде. Сейчас аккумулятор полный. Пилот профессиональный уже готов. Сейчас он проедет, скажет то, что он думает об этой машине, об этой установке. В принципе, проект очень интересный. По рулежке все очень отлично. Мне очень понравилось. Разгоняется очень быстро. Повороты входят аккуратно, плавненько. Все работает отлично. Я считаю, что это настоящее будущее электрического картинга. Это очень интересный проект. Отличие от бензинового карта от электрического на самом деле не глобально. То есть настройка по подрыву в поворотах напрямых вытягивает он намного сильнее. То есть если мы рассмотрим с вами бензиновый карт и электрический карт, то некие настройки на электрическом могут даже выделяться. То есть быть преимуществом. Например, нажатие на газа на бензиновом. Он разгоняется по определенной траектории, когда мы с вами выезжаем из поворота. Мы нажимаем на педаль газа чуть-чуть по-другому. Здесь мы нажимаем на педаль газа сразу и техника сразу выезжает из поворота. Прошло несколько кругов. Аккумулятор 76 процентов показывает. И у нас в принципе ничего не нагрелось. В нормальном режиме вот выше 30 градусов включается терморелия, охлаждает двигатель. В принципе все работает в штатном порядке. Вот двигатель уже остыл. Теперь единственное вот у нас тарахтение идет вот из-за вот этой вибрации. То, что он стучит по корпусу. Ну это недостаток просто вот этой конструкции. Мы исправим. А так в принципе она тихо хорошо работает. Друзья, я погонял на картинге. Я сделал два заезда. У меня просто вот сейчас до сих пор еще адреналин зашкаливает. Эмоции выше крыши. Рама спортивная, конечно, по сравнению с Римой. Это небо и земля. То есть там была прокатная рама предыдущая. Здесь она спортивная. Для него, конечно, места здесь мало. То есть ему нужна прям уличная большая мощная трасса, где он может показать все свои способности. Но даже здесь уже понятно, что среди того, что я видел, равных ему тут нет вообще. Покатался не только я один. Покатались еще ребята профессионалы. То есть сам хозяин погонял, погоняли его инструктора. То есть у всех только положительные эмоции. Какой косяк? Значит, оказывается, крепление двигателя у нас сделано полупрофессионально. То есть сегодня нам здесь в клубе показали, как крепится двигатель к раме. То есть у нас не хватает еще двух деталей. То есть такие специальные скобы, которые вокруг трубы фиксируют двигатель намертво. Потому что на очень мощных поворотах ремень начинает выгибать немного. И слышен такой стук. Тук-тук. Это ремень по борту шкива цепляет. Ну что ж, это мы исправим. Обязательно это исправим. Ну в целом машинка очень даже неплохая. Очень легкая. При нажатии на педаль газа разгон идет очень хороший. Легкоуправляемая. Я бы, конечно, наверное, заменила все-таки резину более на слик, нежели чем протекторную. Посмотреть, как она себя там будет вести. Заносы за счет того, что все-таки резина стоит не та, присутствуют. Вот. Не пользовалась задним ходом. Ничего сказать не могу. И, в принципе, наверное, он и не нужен. То есть для обычного обывателя он не нужен. Разгоняется отлично. Попробовать бы на большой трассе все-таки интересно было бы данный автомобиль. Данный карт. Не автомобиль, карт. Интересно. Очень интересно. Говорю, облегченная рама. То есть более приближена к спорту. Ну, как сказать. Если, наверное, все-таки когда-то дойдет наш автоспорт до электромашин и будет на них устраивать соревнования, было бы интересно посмотреть, как бы они проходили. Насколько действительно на таких картах будут уравнены силы, в принципе, пилотов. Что они будут показывать из своих соревнований. Но я думаю, что модификации до этого дойдет. Посмотрим, что будет в дальнейшем. А так хочется попробовать на большом открытом треке машинку. Притом желательно, чтобы она была не одна. Все-таки сравнить и веса пилотов. Посмотреть, как будет ехать, если пилот там весит ближе к 100 килограммам и пилот, который будет весить 50 килограмм. То есть насколько вес тоже будет иметь значение при эксплуатации данного карта. Ну, вот, наверное, это мои ощущения. Пока такие вот первые пробные. Попробуем, что будет дальше. Посмотрим. Пока все отлично.